яна франк муза и чудовище как организовать творческий труд яна франк муза и чудовище как организовать творческий труд издательство man иванов и фербер москва 2010 людям творческим трудно использовать традиционные приемы тайм-менеджмента но беспорядка в делах и им не обойтись эта книга предназначена именно для того чтобы они могли организовать свой труд самым эффективным и при том не скучным образом в книге можно писать рисовать вырезать и клеить здесь можно хранить идеи и сокровенные мысли шутить и гадать на разворотах в поисках идей здесь можно сразу пробовать на практике все описанные автором рецепты а по прочтении книги начать новую жизнь в то время как другие художники пытаются не забывать дома тетрадь для важных записей читателей этой книги будет волновать только один вопрос как жить дальше когда все странички будут исписаны эта книга в первую очередь для людей живущих творчеством дома и на работе а также для фрилансеров многих профессий и для тех кому просто нужно навести порядок в делах яна франк муза и чудовище как организовать творческий труд толстяки любят книги о диетах неуверенные в себе любят книги по психологии плохие дизайнеры любят разглядывать книги с образцами хорошего дизайна всем этим людям ничто не поможет книга яны франк муза и чудовище как организовать творческий труд посвящена организации собственного времени конечно ее читателями станут те кто никогда ничего не успевает плохо планирует дела не справляется с выполнимыми задачами поможет ли им эта книга научиться все успевать и распределять время в миллион раз проще чем накачать плоский живот или стать любимым боссом проведем простой эксперимент откроем страницу 94 этой книжки начнем читать с обычной для нас скоростью засечем время в телефоне есть секундомер подойдут и обычные часы допустим у нас получится 43 секунды мы округлим значение до минуты потому что скорее всего нам нравится перечитывать абзацы по несколько раз в книге 110 страниц чистого текста значит прочесть книгу целиком можно за два часа тем кто в состоянии узнать сколько минут тратится на прочтение страницы текста эта книга окажется очень полезной остальным не поможет ничего артемий лебедев муза и порядок спора совместимости творчества с организацией планированием наверное вечный этот спор особенно обострился в двадцать первом веке когда работа любого менеджера маркетолога айти специалиста и даже бухгалтера содержит существенные элементы творчества решение нестандартных каждый раз уникальных задач однажды мне попала в руки книга 50-х годов о писательском труде ставшая весомым аргументом в этом споре в книге признанные мэтры горький пришвин маяковский и другие рассказывали не о музе не о творческом хаосе не обуйстве фантазии а о том как методично пунктуально и организованно должен выстраивать свою работу талантливый человек если он не хочет зарыть свой талант в землю потом были жизни описания других великих чьи тесные отношения с музы и гениальность были абсолютно неоспоримы гоголя чайковского моцарта везде в тех или иных формах методичный и организованный труд никакого упования на вольный полет музы и вот книга яны франк лично для меня забившая последний гвоздь в крышку гроба в котором надеюсь мы наконец похороним замшелые стереотипы о несовместимости творчества с порядком я на человек абсолютно творческий и исключительно талантливый ее дневник дизайнера маньяка у меня лежит на почетной полке между альбомом кандинского и гравюрами хакусая и перелистывается примерно в те же созерцательные минуты трудно придумать более творческую требующую полета музы профессию чем у нее в книге которую вы держите в руках я на спокойно методично без фанатизма описывает как она применяет инструменты тайм-менеджмента чтобы добиться максимальной эффективности своего творческого труда удивительно что существенное место занимает хронометраж который традиционно считается одним из самых жестких инструментов требующих большой выдержки и терпения а тяжелая болезнь накладывающая множество различных ограничений в условиях которых я не приходится работать посрамляет тех кто оправдывает свою несобранность внешними обстоятельствами вроде неожиданно звонящих клиентов или неорганизованного начальника книга будет исключительно полезна не только дизайнером но и всем чей труд носит творческий характер работающим как в офисах так и в свободном полете дома наблюдения и советы автора просты практичны применимы и главное что я на ножевом личном примере доказывает свой собственный тезис хаос не содержит себе ничего удобного и вдохновительного и не имеет никакого отношения к свободе глеб архангельский генеральный директор компании организация времени благодарность моим родителям за то что научили работать и хотеть правильных вещей верному музу за то что вдохновляют на подвиги и да 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 Продолжение следует...